Так что надо себя как-то специально разблукать фантастическими мирами. Мы попробуем за пять нанять и сделать так, как это заколдовать мир заново. В общем, сделать так, чтобы он показался немножко менее скучным, чем кажется за окном. Поэтому у нас будет приключение состоять из пяти частей. Сегодня мы должны отправиться в космос, посмотреть на звезды. Ночью пойдем тренироваться, потому что за звездами все в порядке. И наконец-то испортилась погода. Надо было, конечно, раньше. Но попробуем. Вечером все будет нормально с небом. Это просто парит. Сегодня космос, завтра Земля. Ну, я не знаю, когда мы просписали, но вторая, как это, Земля. Третья, жизнь. Четвертая, человек. И пропустил вторая, не Земля, не как это, еще раз. Космос, это полет вверх, полет вниз атомы, Земля. Жизнь, человек. Мозг, наверное. Все. Такая программа. Значит, вы должны не то, чтобы новое узнать, сколько разобраться с тем, что мы видим. Поскольку все что-то про этот мир знают, то мы постараемся восстановить. На вопросы нужно отвечать так. Вначале отвечают самые маленькие, потом хорошо подготовленные люди. Если маленькие почему-то не знают, они не должны трогать время и стесняться. Они просто должны притянить. И кто-то, взрослый, немедленно помогает и объясняет им, как дела обстоят. Ну, так постепенно движемся и кое-что все-таки проясняем. Нам надо успеть очень много. Ну, например, начать надо очень просто. Понятно, что мы все живем на какой-то штуке, которую видим за окном. Горизонта не видно обычно. Все знают, что эта штука круглая. Ну, или шара-праздная. Я знаю, что когда пускали корабли, они думали, что земля плотская. И когда он очень далеко от плывал, они смотрели, и его не было уже за горизонтом. И тогда как бы думали, что земля уже становится круглой. Супер, это очень сложный аргумент. Очень сложный. То есть, когда люди смотрят, как корабль приплывает в порт, ну, через какую-то вот руку, то видно, что он как будто бы из-за горы поднимается. Вначале кончик-пачки, больше-больше-больше-больше. То есть, он не по плоскости плывает, а как будто бы выплывает из-под воды. А еще нормальные какие соображения были? Вами, парад. О, откуда мы знаем, что здесь так? Ну, мы предоставим еще. Настя. Скажется, я не помню, кто-то отплыл землю, что-то по кругу. Да кто? К Калу. К Магеллан. К Магеллан. К Магеллан. Никто сам не доплыл. Нет, нормально. В общем, справились. Магеллан. Во-первых, но до того, как они это сделали, люди уже давно знали, что это было. Под движение. Как? Смотрите, мы идем, а какая-то настоящая, просто в космос летали посмотреть, земной шар отклонили, корабль из-за горизонта. Еще откуда? Могли знать? Потому что солнце поднимается и опускается. Ну, в общем, тогда бы сказали, что это солнце будет. Да, солнце будет. А как ты знаешь, что это шар? Еще, еще, еще? Шар. Какие еще дополнительные, да? Что земля это шар? Сережка? Она бы не смогла пройти к этому тогда. Могли. Где-то, что-то. Могли. Нас? Там же, да, нас. Потому что если там у нее было куда-то, то она все равно жралась в шар. Она одинаковый беседет. Ну, да. Что увидели? Макро, ну не говоря. Пить. Покрывай. Ну, взрослые, ну взрослые, кто-то. Ну, я вопрос. Почему? Что земля-то ума. Ну, ухо. Артем. На треперине Багилана, конечно. А кто Багилан? Багилан, корабль из-за горизонта. Полетели в космос и увидели что-то лукое. Еще? Как древние люди доводались на Землях? Шар? Да, вообще. Баря. Не шар, но солнце. Баря. Может быть, когда ты смотришь на небо, такое ощущение, что это такое. Может, это большой ухо. Он может быть на Авероплоскопе. Но, во-вторых, увидели тень на Луне во время лунного затмения. И увидели, что она все-таки круглая или квадратная. Да ты что, правда? По тени на Луне? По тени. Я же говорю, что по тени. По тени на Луне, во-первых, видно. Во-вторых, вот мы увидим, что на небе есть только одна точка, которая неподвижна. Все остальное движется. Нет. В этой точке ничего нет. Это пустая точка, вокруг которой все небо крутится. Это не полярная звезда? Нет. Полярная звезда недалеко не. Ну, полюс, конечно. Он все-либо ее полюс остановил. То есть, есть одна точка, которая никогда не движется, а все остальное движется вокруг. И надо увидеть, когда ходим по ночам в туалет, надо увидеть, как небо движется. а одна точка не движется. Это значит, что эта вся штуковина, вся вся вращается вокруг одной точки. Скорее всего, все наоборот, вращается земля. И когда начали путешествовать и пытаться определять свое место по отношению к этой единственной точке, то стало понятно, что мы катаемся все-таки по шару, а не по какой-то другой поверхности. Но только это незаметно. Незаметно. Едва заметно. Потому что ночью мы обычно спим. И, короче говоря, все это как будто бы все знают, что земля шар, вот это шар, который мы теперь знаем вращается вокруг солнца. Никто не спрашивает, как установили, что вокруг солнца один наоборот. Как будто бы все ясно. Осталось разобраться с самым простым. Это такое детское упражнение, не взрослое упражнение. Не взрослое. Рисуем солнце. И вокруг него вращается всякая группа. Одна из трех. Земля. Идиоги, да? Северна, знаешь сегодня? Я знаю. А? Да. Знаю, давай. Собавиевский солнце. Меркурий. Меркурий. Венера. Да, Север. Земля. Земля. Дальше. Марс. 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 Собидир. Что потом? Юрпитер. Юрпитер. Между Марсом и Юрпитером что? Польза стерлоза. Юрпитер. Ну, потом? Сатурн. Сатурн. Потом? Юрпитер. Ну, ура. 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 Нормально. Ура. Сатурн. Потом? Ну, потом? Итрух. Итрух. Потом? Потом? А? Потом другая система. Нет. Потом другая система. Но, сейчас узнаем, что потом. Кто знает, что потом? А, там, нам. Почему? Ну, планет больше нет. А что нет? Сколько? В зольщей системе. А? В золоскопе. В золоскопе. А? В золоскопе. Мама. Все, мужа приедет. А? Так. Так, так. Теперь разбираемся с тем, что нарисовали. Что надо знать про сонышную систему? Во-первых, это то, что это очень пустынное место. Вот такие картинки, которые исключают. Это обман детей и трудящихся. Для этого надо просто садить. Другие лица нарисовали? Бить. Потому что всем кажется, что сонышная система это что-то очень густонаселенное. На самом деле, это очень обезокое место. Если ничто, это должны знать даже дети, ничто в мире не летает быстрее, чем что? Свет. 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 С какой скоростью вязать свет? С скоростью света. А? С скоростью света. С скоростью света. Вот какая скорость света? Это надо знать. Можно даже делать татуировку фломастером. Как точка? Раз, потом. Ну, с какой скоростью? 300 тысяч километров в секунду. А скорость света? Нет, 300 метров в секунду, как мы выяснили. То есть, только что пойдет. И, конечно, упражнение Миша, мы решим чуть позже. Но, потому что тут сейчас скоро будет гром и волны, и поэтому можно поупражняться от скуки. Но, значит, итак, свет 300 тысяч километров в секунду и ничто быстрее не летает. Вот, надо представить себе размер Солнечной системы. Что, если бы ракета полетела из земного шара со скоростью света, то к ужину он бы не успел вернуться. По-моему, 7 или 8 часов полетел свет до Плуту. Значит, это, ну, столько ничего. Так быстро не летает. Летает только самый быстрый космический корабль «Гоиджер», который, наконец-то, улетел. Вот, он улетел туда несколько раз. Ну, 20 лет, что-то там такое. Наконец, долетел до Плутона и улетел. 20 лет летел. То есть, это означает, что, скорее всего, мы никогда никуда не долетим, потому что наша ближайшая звезда, самая близкая звезда на небе, которая, видно, хуже всего. Самая яркая звезда на небе вообще не самая близкая. Какая? Кто знает, какая самая близкая звезда к нам? Нет, нет. Луна – это не звезда. Солнце, конечно. А после Солнца? Альфа Центавра. Можно не запоминать, но просто она расположена на расстоянии 4 световых лет. То есть, свет летит 4 года к ней. Значит, у нас никакие шансы. Никакие шансы. Это ближайшие звезда. Что уж говорить о другом. Ну а теперь начинается такое процесс. Знаете, так нельзя рисовать, потому что нет, не существует в этом доме такой бумаги, на которой можно изобразить Солнечную систему. Если изобразить Землю горошиной, то Плутон, Юпитер, по-моему, окажется на расстоянии от нас 300 метров, а последняя планета окажется на расстоянии нескольких километров. Никак вот на мистики бумаги не изобразят. Если точечкой изобразить Юпитер, то все с нами планеты просто видно не будет. Но ближайший Плутон окажется тоже на расстоянии метров 30. И таким образом Солнечная система это очень пустынная. Но, например, с последней планеты Солнце, Солнце, вокруг которого оно обращается, еле-еле видно. И это не самая яркая звезда на мире. То есть представьте, как здорово жить на последней планете. Вы живете, у вас Солнечное небо как Вышнее. Как Вышнее, и Вы вообще даже понятия не имеете, вокруг чего Вы летаете. Потому что вот этот центр, он выглядит как все остальное. Но сила в этой точке такая, что все-таки она вокруг него обращается. И это прикольно. Что надо знать про Солнце? Во-первых, конечно, то, что на него нельзя смотреть, особенно в бинокр. Потому что тем более, что уже в лете телескопе. Но если Вам удалось все-таки посмотреть, как надо смотреть на Солнце? Честь-фильтр. 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 Ну, фильтр это очень сложная вещь, поэтому надо ее покупать. Если бесплатно, то надо закопчить стекло на костре. И посмотрим. Будет еще лучше, чем дорогой фильтр. Бесплатный суперфильтр, закопченное стекло на Солнце. Можно смотреть. И если Вы туда посмотрите внимательно, Вы обнаружите на Солнце пятна. 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 Там есть какие-то пятна. С ними были большие проблемы. Например, этот человек по реке, который боялся в детстве, его звали Ньютон. Он совершенно серьезно считал, что на Солнце золотые облака светящиеся. А эти пятна, это просто прорывы в облаках. И там живут жители Солнца. Да, да, да. Они совсем недавно еще верили в инопланетянцы. Христианин уже почему-то. То есть, их это вообще не смущала идея, что все это заселено. Это нам кажется странным. Но, ладно. Ну, вот Солнце, на нем есть пятна. Пятна, ну, такие пятнышки. Когда они огромные, эти пятна, то мы знаем об этом по двум признакам. Во-первых, у бабушек болит голова страшная. Это каким-то образом странно, связано с количеством пятен на Солнце. Просто это всегда коррелирует. Даже в журналах здоровья там пишут, сколько пятен. В общем, если Солнце как-то начинает активно себя вести, так пятна появляются. Но в детстве я однажды измерил размер пятна. Это легко сделать. Это действительно можно сделать в детстве. Если вы потом не сможете, как я расскажу вам. Но если вы замерите размер пятна, то, наверное, это удивительно, что самое маленькое пятно на Солнце больше по диаметру, чем земной шаг. То есть весь земной шаг гораздо меньше, чем какой-нибудь заваляющийся пятнышко на Солнце. Вот эта звезда, про нее потом будем говорить, вокруг нее вся эта штуковина вилетится. С каких пор это надо выяснить? На всякий случай. Вся эта история длится пять миллиардов лет. На всякий случай. Но мы про это ничего не знаем, когда смотрим за окно, поэтому это личное знание. Что мы видим? Мы видим Солнце, на котором мы как-то видим пятна. Их, кстати, можно видеть без телескопа. Древние египтяне просто так видели. Коптили вот это вот. Но интересно, что у них не было стекла. Что мы не коптили, не очень понятно. Но пятна они видели. Нет, нет, нет. Они видели через туман, короче. Если туманный Солнечный диск такой, что можно смотреть, то там иногда видны пятнышки. Короче, про пятна они знали. Вот есть Солнце, Земля там как-то вращается. Вокруг Земли вращается Луна, но мы до Земли еще не дышали. Еще есть Меркурий и Венера. Про Венеру, конечно, знали все люди на Земле. И у нее два названия. Утренняя звезда и вечерняя звезда. Почему? Потому что она в самой последней уходит с неба. Когда небо погасло, остается светиться только Венера. И наоборот. Утром она первая зажигается, но в разное время. То есть одна и та же штуковина бывает то ли утренняя первая, то ли вечерняя последняя. И всегда красивая. Еще, конечно, прикольно с Венером что? Что когда на нее смотришь в телескоп, она вечно похожа на Луну. Она бывает как в Северной. Да. И, конечно, все думали, что на Венере вообще здорово жить. Потому что на Венере там должны быть какие-то совершенно райские обстоятельства. Но потом оказалось, что все непросто. Все эти кислотные дожди и так далее. В общем, все там трудно. Полезных ископаемых пока не обнаружено. Северной кислоты очень много, но можно украсть в школьном кабинете химии. Поэтому на Венеру для этого лететь не обязательно, чтобы накачать северной кислоты. Поэтому туда никто не спешит. Советские аппараты летают. Мы фотографировали поверхность Земли. Венеры пока не сгорели. Они сгорали очень быстро. В общем, Венера не очень оказалась хорошим местом для жизни. С Землей мы потом разберемся. Следующий – Марс. Очень важно, что у Меркурия и Венеры нету спутников. А у Земли есть. Один. Один. Почему два? Один. У Марса сколько? Два. Два. Один. Два. У Юпитера должно быть сколько? Три. Но ниоткуда не следует. Но уже неприятно. Вот, получается, это четыре. Но их много. Но их, кстати, четыре есть. Видимых простой телескоп. Но это главное. Смотрите, про спутники. В начале про Луну. В начале про Луну. Абсолютно твердо известно. Абсолютно твердо. Это абсолютный медицинский пакет. Что эта штука, которая называется Луна, висит на небе. Когда-то была частью Земли, которая оторвалась от Земли благодаря тому, что в Землю врезалась какая-то ерунда, вырвала кусок. Этот кусок улетел на небо, а на месте куска остался дыр. Дырка называется Тихий океан. Вот эта вся штуковина улетела на небо. Да, нормально. Луна? Пошла потом как раз. И потом училась Луна. Луна. Это абсолютно не гипотеза. Это все доказанные вещи. Потому что состав Луны соответствует химическому составу, кое-каке Земля и так далее. То есть на всякий случай. Луна это осколок Земли. Да? Дальше поехали. Пока до Марса еще не долетели, про Луну еще надо знать одну вещь. Что Луна повернута к нам всегда одной и той же стороной. Это вы, наверное, замечали. На ней всегда одну и ту же картинку транспирит. Значит, в разных культурах там люди видели разное. Вот что вы видите, я не знаю. Тоже надо пойти посмотреть. Но, например, некоторые видели, христиане видели Каина и Авеля. На Луне. На Каин убивает Авеля. Поэтому Луна всегда для христиан была душевозбирающим зрелищем. Значит, напоминала о самом неприятном. О первом убийстве в истории человечества. Берите, более спокойно к этому относитесь. Они там лицо уедены. Ну, часто люди видят лицо. Часто. Некоторые. А я знал, что на Юпитере или Сатурне жизнь была. Сейчас дойдем. Жизнь была где-то. На Марсе еще. Часто разберемся. Так, смотрите. Смотрите, смотрите. Что, с Луной разобрались. Луна летает нам всегда одной и той же стороной. Это нам напоминает такая ягода. Если мы хотим видеть это напоминание. Это вообще достаточно необычно. Все остальные спутники, они как-то верстятся. И мы можем все видеть с разной стороны. Правильно? А Луна все время одной стороной повернута. Надо почувствовать физически себя в Солнечной системе. Для этого нужно выбрать одну какую-то девушку. Настю. Настя, иди сюда. Вот Настя будет Солнцем. У Солнца простая миссия. Вращаться вокруг своей семьи. Не спеша. Это простая миссия. Вот так, да? Так, просто не спеша обращаешься себе. И главное, картинка какая. Но надо выбрать Землю еще. Варвара Земля. У Земли другая миссия. Как себя ведет Земля? Во-первых, Земля вращается вокруг собственной оси. Подробуй. Давай, значит, не я, ты не вращайся. Давай, Земля. Еще чуть быстрее. Смотри, Варвара сейчас очень сложная. С Землей быть нелегко. Надо, значит, вращаться вокруг своей оси и вращаться вокруг Солнца. Одновременно. А ну, давай попробуем. Нет, Солнцем пока стыдно. Покажи, быстрее держим. Осторожно, нельзя падать. Один оборот, эта волна загружила, сейчас упадет. Осторожно. Теперь можно сделать, дать место Луне. Павел. Павел, Луна. Ну, с Луной, значит, такая интрига. То есть ты будешь крутиться, как Земля. Вокруг своей оси и вокруг Солнца. Настя вообще крутится вокруг Солнца, но себя и на кого не обращает. На ней всем свет. Вот. А Павел, смотри, ворвара сейчас очень сложная. Ты вращайся вокруг Солнца. Все твое внимание про Солнце, но ты крутишься, да? А Луна, у нее спецзадание. Она так далеко нельзя, она должна быть близко. Все время надо смотреть на Землю, не отрываясь. И вращаться так вокруг нее, чтобы смотреть все время. Не ввертись. Вот так, лицом, лицом, лицом. Да, поехали. Внимание. Тереть угол, давай. Смотри на нее. Не отрываясь. На Варвару. Видишь? Вот так вращаемся, Павел. В это время Варвара начинает вокруг своей оси вращаться на месте. Так, неплохо. И теперь аккуратно, Варвара, внимание, все у тебя зависит. Медленно вращайся вокруг Солнца. Иди вокруг Солнца. Давай, Павел, не врезайся в Солнце. Не успевай. Давай, давай, давай. Быстрее, Павел, быстрее. Быстрее, не успевать надо, да, Павел. Иди, беги, Павел, беги. Я пойду вокруг Солнца. Идите, как деревко. Кому эта история труднее всего? Луни. Поэтому, когда будете смотреть на Луну, вспоминайте, что ей кушать. Но очень сложно. У нас есть. Ну, все, Варвара. Варвара, пришла. Садись. Смотрите, Солнце как оборчи. Светит и дарит. Земле сложно. Луне невыносимо сложно. Но так получается. Все это вопрос превращается. Луна, это кусок Земли. Полетели дальше. Марс. Марс. С Марсом всегда было прикольно. Во-первых, он какой цвет? Красный. Красный. Во-вторых, у него есть что? Пятнышки. Не дыры, не пятнышки. Метеориты. Не метеориты. А шапки, шапки, а полюсар какие-то белые штуковины, их не видно в телескоп, поэтому можно о них пока не говорить. Но о Марсе известно, поскольку Марс это бог чего? Войны. Войны, то и спутники у него должны быть нормальные. Как называются они? Военные. Фобос. Фобос. Фобос и Дейбос. Как это переводится с греческого? Георгий. Ужас. Не для меня. Страх и ужас. Ну нормально. То есть есть Марс вокруг него летает. Страх и ужас. Страх и ужас. И у него эти шапки. И что еще, Рома, мы знаем? Про Марс. Что у нас вулкан есть. Что у нас вулкан есть? Вулкан есть? Точно. Самый большой. Но, между прочим, до сих пор не очень доказано, что что-то там действует. Это отдельный вопрос, что-то там происходит или нет. Но все люди давно-давно мечтали там найти марсиан, конечно. Да. Марсиан нашли. И это была, значит, такая мечта уже. Такая мечта, что когда сильно хочешь, то получается. И поэтому астрономы в начале 20 века начали видеть, начали видеть там каналы. Каналы, сетки. И до того их это захватило, что они даже специально построили обсерваторию. Она сейчас к нам вернется в Америке. Очень дорогостоящую, суперсовременную обсерваторию. Которая должна была выполнять только одну задачу. В Бостоне надо было закартографировать каналы, марсианские каналы. На Марсе желательно разобраться, как у них города, села, трассы. Рассы, как там, аэропорты. Как у них жизнь обстоит. И, в общем, это было понятно, что она там есть. Только просто не позволяла техника еще увидеть, как бы, это расписание, прочитание и так далее. Поэтому начали строить обсерватории. Был американец Лоуэлл, который решил это все хорошо построить. Обсерватория называется Лоуэлловская, одна из лучших обсерваторий мира. Но это был их позор. Они верили во всякую чепуку и хотели найти каналы. Он умер, так и не нашел каналы. Но существует несколько книг про то, как все-таки нашли. Какие вы знаете? Знаете? Аэлита, как советские люди летят на луну. Марсианские хроники. Брэйтбери, Аэлита, Алексея Тостова и так далее. То есть еще в 20 веке люди надеялись, что там что-то есть. Ну не что-то, а нормальные себе марсиане. Ничего не нашли, но дальше еще интереснее. До сих пор ищут жизнь. Но про жизнь мы будем говорить на четвертой лекции. На четвертой лекции будем говорить про жизнь, которую там искали и так далее. Но летим дальше. Марс пролетели, потом эти странные астероиды. Про них мы пока молчим. Летают каменюки. Их там очень много, они разного размера. И в общем представляют большой интересный землян, потому что иногда они врезаются в землю. Это приводит к печальным последствиям. Но про это будет у нас на треть. Их поток от анемина, они врезаются в землю. Но если мы перелетаем дальше, мы сталкиваемся с Юпитером. Юпитер состоит, самое смешное, что он из газа. У него нет ничего твердого и жидкого внутри. Это самое большое тело в Солнечной системе. И называется несостоявшаяся звезда. Если бы немножечко подбавить массы, немножечко, он бы засветился, как Солнце. И мы бы уже не смогли наблюдать, что это как красиво. Потому что было бы слишком гадко. У нас бы была двойная звездная система. Но, к счастью, Юпитер не зажелся. А Юпитере что мы знаем? Что у него самое красивое? Красное пятно, которое видно в телескоп. Это красное пятно, такой большой циклон, вихрь, который вращается. До сих пор никто не понимает, почему он стоит на одном месте. Но есть красное пятно. И, конечно, у Юпитера, если мы посмотрим в телескоп, мы увидим 4 спутника. Ио, Калипсо, Европа, Ганилет. 4 всегда увидим. Они называются Галилейские спутники, потому что Галилей их якобы увидел. Кажется, набрал. Но, по крайней мере, 4 есть. Их гораздо больше, там 13. Но все-таки Юпитер. Про Сатурн мы все знаем, да? Что у него есть кольца там. И, конечно, было бы здорово эти кольца увидеть. А через Галилейские спутники можно пролить? Можно. Насквозь. Это будет быстрее, чем дельте. Только нужно очень много бутербродов наносить. Надо большую ракету, чтобы еду провести. Она очень большая. Это проблема. И, ну, можно. Но надо туда еще долететь. Один раз только долетали. Есть фотографии идеальные. Сейчас расскажу, как долетели. Но Сатурн, у него это кольцо, и в телескоп идеально видно. Он у него как шляпа там. После Сатурна случилась с людьми такая потрясающая история. Смотрите, сколько планет. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн. Ура! Семь. Семь это число прекрасное. Всем древним очень нравилось. Им было достаточно для счастья. Все считали, что Бог создал семь планет. Нормально. Уран видно. Но когда начали... А? Уран тоже есть такая картинка. Ну вот, насчитали семь планет. И так долго жили, и всем все нравилось. Потом заметили, что Уран ведет себя немного странно. Он не просто вот ровненько летает, как надо. А он в каких-то местах пляшет. Потому что почему он пляшет? Ну, может быть, есть какое-то небесное тело другое, которое его притягивает. Больше, меньше. И по этим пляскам впервые люди сумели посчитать. Они не видели это тело. Просто посчитали. Если он пляшет, то какое оно, где летает. Интересно, что это сделали еще так давно, что у людей с математикой было не очень. Это когда-то делали? В 18 веке. Но они сумели все сосчитать, все пронаблюдать и понять, где эта штуковина может быть, в принципе, в каком месте. Навели туда телескоп в это место и обнаружили. И это называется на кончике пилар, пера. В этот момент все обрадовались, потому что поняли, что у людей есть такая могучая вещь, как математика. Вот посмотрели и нашли. Предсказали и нашли. С этого момента люди стали гораздо на порядок самоувереннее. Но и так обнаружили планету Нептун. И вот Нептун, понятно, потому что она грубая. Она такая вполне себе морская. Это нормально. И потом разразилась такая драма. Нептун нашли все-таки в 19 веке. И потом, ну как будто бы больше ничего нет. Нептун нашли, молодцы. За Нептуном следят, ничего там особенно не отклоняется. А был такой народ, которому очень хотелось открыть планету. Это не часто бывает на Земле. Потому что у разных народов разные желания. А у кого-то есть желание открыть новую планету. И вот был целый народ, который хотел открыть новую планету. Почему? Потому что все планеты открывали в Европе. А американцы, у них было все для того, чтобы открыть новую планету. Но что-то оказалось, что больше планет нет. Они на это дело подналегли. Подналегли. И начали внимательно исследовать всю орбиту нашего Нептуна. Чтобы обнаружить, может там какая-то еще и лунда затерялась. И нашли. И нашли Плутон. Во-первых, Плутон, это уже 20 век. И надо было как-то так назвать, чтобы понравилось. Кому? Кому? Ну, конечно, спонсор обсерватории. Но спонсор обсерватории умер. А владела правами жена спонсора обсерватории. И хотела назвать это в честь мужа. Планету там типа Лоуэлл. Но это никому не понравилось. И поэтому мудрые американцы решили объявить международный конкурс. Она еще потом, когда объявила этот конкурс, она предложила свое имя. Да, свое. Второй вариант. У нее было первое имя. Мужа. Потом, когда она поняла, что не всем нравится, она свое имя предложила в качестве названия планеты. Тоже как-то не все были счастливы. Чтобы не расстраивать даму, потому что эта обсерватория все-таки существовала на день Гелобула. А до этого охотилась за марсианскими каналами. Можно было сделать что-то стоящее. Нашли, наконец, планету. Объявили международный конкурс. И начали все писать, все ученые, как назвать планету, как назвать планету. Интересно, что это банальнейшее решение назвать тоже по-гречески. И тоже нормальное, как греческим именем божественным. Пришло в голову девочки в Оксфорде. Школьницы. Но она говорила про того, не было. Она говорила про муту. Про героя мутыка. Нет, конечно. Какое дело мутык? Это еще рано. Еще мультика не было, когда она все это придумала. Но она жила в Оксфорде. Она знала, что если она напишет детское письмо, его никто не будет читать. Она была умная девочка. Попросила папу написать. Папа написал письмо про то, что у нее есть такая счастливая идея. Эта идея победила на конкурсе. Она рассказала, что это придумала его дочь. Теперь, если вы зайдете в Википедию на страницу Плутон, вам там все расскажут про эту девочку. По-моему, мне было лет 14. Она отлично все придумала. Плутон. Жена счастлива не была, но нашли компромисс. Нашли компромисс. Это очень красиво. Ученые редко компромиссничают. Но это тот случай, когда человечность восторжествовала. Этой даме объяснили, что Плутон это идеальное название. Потому что первые буквы Плутон, это инициалы ее мужа. Лоуну. Я забыл, как его звали. У него Пл. Здесь она была счастлива. Как автограф на небе. Плутон. И все хорошо. Американцы торжествовали, потому что они впервые открыли планету. И так, значит, в системе появилось 9 планет. Если еще какой-то народ захочет открыть планету, он тоже? Уже не получится. Сейчас мы как раз это обсудим. А потом? А потом? А потом у меня нашлось, что нашли такое же тело. Да. Как Плутон. Ровно подходящее. Ваши люди. И я сказала, что это... Это тело называется варуна. Видите, уже со следующим телом не очень. Варуна. Варуна. Это уже что-то индийское. Уже красота концепции посыпалась. Но оказалось, что этот Плутон какое-то очень неинтересное тело. И странное. В Солнечной системе есть одна особенность, которую должны знать даже дети. Она совершенно феноменальная, эта особенность. Вот смотрите. Если планеты же могли полетать как пчелы, как мухи вокруг лампочки. Как хотят. А они все летают в одной плоскости. Как будто его аккуратно-аккуратно размазали. Вот у них все орбиты расположены в одной плоскости. Аккуратно-аккуратно. И они, главное, что крутятся еще и в одну сторону. Это же совсем уже можно с ума сойти, как красиво. Вот они все распластаны. Все планеты размазаны в одной плоскости. И только одна безумная вращается под углом 17 градусов, как шляпа, как кольцо в Сатурном. Как все это плоскости. Понятно, что она странная. Вторая ее странность заключается в том, что она не девятая. Она то ближе к Солнцу, чем Нептун, то дальше. То ближе, то дальше. Это то ближе, то дальше занимает лет 300. То есть она 300 лет седьмая планета, 300 лет девятая. В общем, с ней всяческие неудобства. Потом один какой-то очень бодрый человек наблюдал, 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 наблюдал. Американцы, конечно, наблюдал, наблюдал. Но наблюдался до того, что увидел, что она не одна, а из двух частей состоится. И вторая часть гораздо больше, чем сам Плут. То есть у нее спутник оказался гораздо больше. И сама планета очень маленькая. По-моему, она типа полпроцента. В 5 раз меньше Луны. Да, в 5 раз меньше Луны, полпроцента в массе Земли. В общем, какая-то ерунда. Радиус ли еще там с чем-то не так? Да, крошечная, крошечная. И самое главное, ледяная. Потому что первые планеты, как планеты, твердые, на Землю похожие. Потом начинается газ. И потом вдруг какая-то твердая ледяная ерунда. Маленькая, летает как хочет. И почему-то мы ее считаем планетой. В общем, все обрадовались, потому что, как вы знаете, антиамериканизм это серьезное дело. Все начали радоваться, что планета ненормальная. Американцы разволновались. Начали доказывать, что нормальная себе планета. И все начали смотреть внимательнее, чтобы обнаружить другие похожие. И тут же нашли. Сейчас уже несколько сотен таких планет, как Плут. И стала проблема. Либо мы всем даем название, как эта девочка. Фактически богов не хватит всех переименователей. Можно их назвать, конечно, плутонидами. Но проще для всего человечества отменить одну планету. И в этом тысячелетии, совсем недавно, я забыл в каком году. По-моему, в 2008. То есть уже когда вы все родились, эту планету лишили статуса планеты. И теперь в школьных учебниках пишут, что планет 8. Вот мы еще учились в мире, в котором было 9 планет. А теперь дети учатся в школе и знают, что планет 8. И пишут, что плутоников давала. Но самое интересное дальше. Самое интересное дальше. Что это не конец Солнечной системы. Вот смотрите. Астрономы еще так считали расстояние. Это логично. От Солнца до Земли. Это единица. Понятно. От Солнца до нас. Единица. Плутон расположен на расстоянии последней планеты. 40 единиц. То есть Йопик вдохновенно предсказал, что было не такой поезд. А Орд посчитал. Потому что он голланец. Тоже никуда не спеша. Получишь считать. Но, в общем, получилась теория этого кольца Йопика-Орда. А тут прилетают к нам все кометы. Все кометы. Про кометы на третьей лекции не говорите. Потому что они иногда в Землю тоже врезаются. Может быть, еще не конец. Может быть, не конец. Может быть, там еще через 7 сотен будет еще один. Но вы представьте, как тоскливо и одиноко жить на этом поясе Йопика. Солнца уже вообще не видно. Очень непонятно, вокруг чего ты вращаешься. Полное мерзлое запустение. И кажется, что уже конец мира. Ну, конечно, и звезды. Конечно, и звезды. Ближайшая звезда 4-3 световых года. Сириус, которую мы сегодня увидим. Самая яркая и прекрасная звезда на небе. Самая яркая и прекрасная. Красиви уже ничего нет. Она 9. Какая-то? Она самая большая, как вы видите. Ина, Сириус, она в каком созвездии? Она в каком созвездии? Кто знает, в каком созвездии? Да, Сириус. Большой пса. Это мы сегодня увидим. Нам надо долететь. Смотрите, осталось 15 минут, взлетаем. То есть, вот и солнечная система. Более-менее понятная ерунда, да? До ближайшего солнца, такого же, как наша звезда, 4-4,5 года лететь к свету. Значит, следующая остановка, просто я имею, 9, Сириус. И сириус вокруг, как вы видели, многовато. Как вы думаете, если вы их пальцем не считали, сколько их там? Вот если когда вы выходите ночью, смотрите, ого, сколько? Точно. Тысяча у кого больше-меньше? Реалисты у нас есть? Бесконечность. Ну ладно, Варя. Миллион. Бесконечность это только? 100 тысяч человек. 100 тысяч. Что у нас щит? По-моему, мне очень хорошо понимали, что это был миллион. Ну, это по-моему. Тысяча с чего? С чего? Вот можно выйти. Для этого, конечно, нужно быть эстонским астрономом, другу астронома Йопика, чтобы никуда не спеша, просто посчитать. Дело не ввести, Раис. То есть те звезды, которые он видит. Видим, просто глазом. Ну, тысяча. Ну, тысяча. Десять, пять. Ну, тысяча. А вот Йопик уже сдается. Мы начали одна была, а теперь десять. Какое у вас чувство числа вообще? Где-то от одного до десять тысяч. Ну, если есть все небо, там часто что-то закрывает. Ну, да. Нет, если все. Видите, прекрасная погода. До горизонта. До горизонта, да. Сексте. Ну, примерно две тысячи. Да. Две тысячи. Если вы видите вообще все небо, ну, никто так не видит. Это надо очень быстро кататься. Кроме света. Но если все сосчитать невооруженным глазом, то получается шесть тысяч. Если вы покупаете простой бинокль, самый простой, в магазине детских игрушек, в котором можно только смотреть, как друг ужинает в окно, и для чего он больше не приводен. Но если вы посмотрите на небо, то сразу количество звезд увеличится до пятидесяти тысяч. Ого. Такие пропорции. То есть, если вы бинокль хотите пользоваться, то уже сразу не шесть, а писяк. Какие-то там типа шеи есть. Ну, самые банальные. Но, смотрите, смотрите. Сейчас я должен сказать главное сообщение. Вот мы выйдем, посмотрим на небо, и вот мы скажем, ого, две тысячи звезд. Вот они далеко от нас или близко. Люди долгую часть своего существования думали, что все эти звезды – это что-то одно вокруг нас. То есть, Солнечная система находится среди вот этих всех звезд. И, наверное, это какой-то шар звезд, рой звезд, как пчелиный рой. И внутри него есть земля. Но оказалось, что это не рой. А эта штука устроена очень красиво. Она называется «Личный путь». Мы ее увидим сегодня, да? Если бы все видели «Личный путь», но мы его сегодня увидим на небе. А вот тут, прям вдоль нашего дома, небо белесоватое. Когда Тургенев умирал, Иван Сергеевич Митарковский, разные нюки, разное говорят перед Смиршком. Не знаю, зачем я это рассказывал. Когда умирал Иван Сергеевич Тургенев, все ждали от него какого-то пророчества, там, серьезных слов. Он сказал «Милые мои, мои белесоватые». И никто не знает, что это такое белесоватые. Но я думаю, что это «Личный путь». Но, вот короче, если мы выйдем, то мы увидим вот такую полоску, полоску, очень неровную.